Всем привет! Сегодня мы посетим обзорную точку Альп-Грюм. Альп-Грюм просто прекрасен, и до него можно добраться прямо по рекийской железной дороге. С одной стороны, вид на ледник в полю и бирюзовое ледниковое озеро впечатляет, а с другой стороны, чудесная панорама на мягкий Вальпоск-Явол. Некоторые говорят, что здесь уже чувствуется запах моря. Там же находятся отели, в которых можно перекусить и переночевать, ну и, конечно же, насладиться неповторимым видом. До Альп-Грюм также легко добраться пешком. Ну, сомневаюсь. Из Спицео Бернина путь сначала ведет вдоль озера Бьянко, где можно увидеть горы. Затем спускаетесь к цветущим альпийским лугам и через лиственный лес. Альп-Грюм также является популярной остановкой на маршруте Бернина-экспресс для байкеров. Ниже пруда Альбен, на краю первого склона Пушлава, находится возникшее из майского горного пастбища поселение, стоянка которого находится на высоте 2091 метр, над уровнем моря. Сегодняшнее здание вокзала одновременно является буфетом и гостиницей. Было открыто в 1926 году. В поселок, не связанный с дорожной сетью, можно добраться на поезде круглый год. Дорога для мулов, открывающая поселок, проходила только летом и закрыта для автомобильного движения. Это место также является остановочным пунктом Ретийской железной дороги. Линия Бернина между Сан-Сморицем и Тираном. На Пушлавской стороне перевала Бернина. Маршрут между Оспицео, Бернина и Остьяково, где находится железнодорожная станция, спроектирован как перевалочная, был открыт 5 июня 1910 года железнодорожной компанией Бернина. С железнодорожного вокзала открывается широкий вид на Ледник-Полю, Лагда-Полю и Пушлав. В основном благодаря повороту на 180 градусов в югу от вокзала. Между Альп-Крюмом и итальяноязычным Пушлавом поезда Ретийской железной дороги извиваются по узким, частично покрытым поворотам и крутым поворотам, а также по пяти спиралевидным туннелям с углоном до 70%. Все-таки стоит посетить это место, чтобы просто вырваться из последневной жизни, черпать силы из природы и наслаждаться великолепными продуктами региона, конечно же, при хорошей погоде. Продолжение следует... Продолжение следует... Между Баллайне Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я в Руиц, это то, что это первое классное текло. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, да, да. Продолжение следует...